Оно. О! Два часа назад. Нихуя. Успел. Подлетел. Так, ну-ну. Мне как-то вот... Ну, я не знаю, как после трейлера, но мне как-то плевать на этот фильм. Шанг-Чи. Я даже не знаю, кто это такой. Так. Так. Чисто качок. Я мог тебе 10 лет жить своей жизнью. Так. Так. К чему тебя это привело? Ля. Вот это я увидел, вот, скрин вот этого человека. А у него суперсила, он просто драться умеет или чё? Чё он делает? О! Нихуя, нет, там силы какая-то есть. Капец. Я тренировал тебя, чтобы самые опасные люди на свете не смогли тебя убить. Ну, это Mortal Kombat 2, я так понял, да? Это Люкан? Это про Люкана фильм. Пора тебе занять место рядом со мной. Капец. Капец. А, у него сил не будет, вот в этих кольцах будет сил, а он сам без сил? А, нет. Чё-то время остановлю. Давайте это надо. Как бы я... Не, прикольно, прикольно. Я раньше такое не любил, но я люблю вот эти вот... Китайско-японские бои, где всё летает и всё без физики. Лё, это шо, там такое? Мне не убежать. От самого себя. Нихуя, нихуяся. Крутой. Кто ты такой? Прикольно. Прикольно. Господи. Держите заборочней! Ба, тихуя круто. Он обычный человек? Он обычный человек? Ну, типа, он просто натренированный обычный человек? Сана после титров будет? Пацан, Тре, расскажите. Я, типа, я не шарю за ним. А дату даже не сказали, а дата? Скоро в кино. Подожди, а когда будет? Скоро в кино, это когда? Типа, в течение полугода? А ну-ка. Шан-Чи, дата выхода. Так, дата выхода в сентябре 21-го года. Ну, в принципе, да, нормально. Прикольно, прикольно. Завтра выйдет. Но только мне единственное, что не нравится, может быть, я потом привыкну, но главный актёр обычный бурят. Ну, вот, то есть, все в Марвел, у них какая-то колоритная внешность. Ну, ты всех запоминаешь. А он обычный бурят. Вот, то есть, есть, как его, диджей, который Грэмми недавно забрал из Казахстана, точно такой же Шанг-Чи, как и вот этот Шанг-Чи. Типа, нету... Вот Джеки Чан, да, у него азиатская внешность, но у него как-то колоритно он выглядит. Типа, ты такой, о, Джеки Чан. А этот, ну, обычный Казах. И все. Что-то, ну, я не вижу... Да я не к тому, что, блядь, они на одно лицо, блядь. Что вы осуждаете? Я к тому, что он выглядит как... Не как актёр блокбастера от Марвел, а он выглядит как имбамбек, блядь. Он просто имбамбек. И все, понимаете? Он выглядит как обычный, бля... Казах. И все. Ясно, блядь, ясно. Вы меня неправильно поняли. Меня неправильно поняли, вот как бы, ебан. Это слава Мерлоу, да. Если бы ты знал, что это казах. Не, а не буря. Ну, блядь, я откуда знаю, блядь. Слушайте, ну это, конечно, развод на донаты нового уровня по центру. Это пиздец какой-то, зацените. Где... То есть школьникам объясняют, где найти деньги на донат. Блядь. Я им объясняю, что надо попросить у родителей. На. То есть первый же совет наебать своих родителей. Можно попросить на день рождения, на подарок другу, на отдых в конце концов, блядь. Привет, с вами Навальный. Родители задолбали. Они заставляют нас делать работу бесплатно. Мыть посуду. Что это за хуйня? Пылесосить. А что они дают взамен? Взамен они только требуют налоги. В качестве оценок в школе. Я считаю, что это несправедливо. Поэтому надо попросить по 15 тысяч с каждого родителя на отдых, в конце концов. На отпускные. Попросите на отпускные. Дайте. Делайте работу по дому. Плюс реп от родителей. Возможная надбавка на обеды в школе. Охуеть. Жесть. Фух. Деньги за свой труд. Охуеть. Копи с обедов. Придется поголодать. Профит плюс 30-50 рублей в день. Охуеть. Такая разводка. Пиздец. Но это разводка нового уровня. Но это уже прям шкварка дикая. Братик, купи донатик. И я буду твоей. Сука. Бля. Охуеть. Охуеть. Ужас. Ужас. У меня есть идейка, но я ее никогда не реализую. Дело в том, что если ты в рекламе что-то обещаешь, и это не происходит, то, ну, как бы, это суд. И дело в том, что, ну, получается, если тебе рекламируют, что 2D тяночка станет твоей, если ты задонатишь, а ты донатишь, и 2D тяночка не становится твоей, то я считаю, что школьник должен в суд подать. На админас. Короче, знаете, что случилось? Я дал майку величайшему Заквиелю. Вот вы мне скажите, сейчас приходит вот новая партия. У кого-то они воняют. Вот он говорит, мне питорка дал майку, блядь. Она воняет. Это все, сука, нарезал какой-то нарезчик. Там 15 тысяч просмотров. То есть 15 тысяч человек теоретически не купят у меня майку, блядь. Вот. А Заквель говорит, ну, я ее ни разу не надевал. Вот. Я ее даже не стирал ни разу. Может быть, она и не воняла бы. Вот. А это все нарезали, блядь. Там сам Заквель в комментариях написал, нахуй ты это выложил? Я сказал то, что... Ну, сейчас, сейчас, подождите. Где... Где это? Вот это вот. Лига кубизма, сука. Ты на кого работаешь? Лига кубизма. Ты нарезаешь всех, в том числе и меня. И мне ты понизил продажи моих супер маек. Ты охуел. Вот. Ну, короче, значит, две минуты всего лишь, понимаете? Две минуты. Заквель, а минус семерча, пятерка, блядь. Две минуты всего лишь нарезал. Никогда в жизни, блядь, у него не было нарезок по две минуты, блядь. Даже Таня танцует в Неркин три минуты. Ну, зацените. Все нормальные нарезки. Тут обсер моего мерча, значит, конфликт века. Заквель говорит, слушай, ты не охуел ли ты, блядь? Чё за хуйня? У меня вопрос, блядь. Я захожу, читаю отзывы. Захожу в этот, как его? Сейчас. В группу ВКонтакте. Смотрю там отзывы. Я смотрю, самое главное для меня, как бы, да, вот, сейчас, к те, кому приходят, как бы, с новой карточкой. Вот, у кого новая карточка приходит, я смотрю, никто не пишет, что воняет, блядь. Где воняет? Вот. Футболка, ну, просто кайф, материал хороший. Где вонь? Понюхайте, пожалуйста, ну, может, правда воняет, блядь. Ну, типа, можете понюхать? Вот у кого, кому она пришла, вот это вот, как у Заквеля. Это с той же самой партии. Понюхайте, пожалуйста, кому пришла, понюхайте, я вас очень прошу. Не на ёбка, но мне реально, типа, надо знать. Заквель сказал, типа, когда он у меня был, он, типа, говорит, типа, а что за запах? Причем Джарклуни не говорил, все, кому я давал, ничего не говорили. Заквель говорит, что за запах? Я нюхаю. Ну, вроде, типа, ну, типа, заводская краска. Запах краски, типа. Потому что майка была, ее делают на заводе и заклеивают, типа. Ну, естественно, там остается. Но если ты достаешь из пакета и проветришь ее, то я предполагаю, что все должно быть нормально. А пишите обязательно в своих отзывах, пишите, воняет ли майка.